Ну как, нам нужно спросить, 5 минут. Вы не умеете! Посмотри, что делают, а! Вот так себя ведут некоторые кондукторы. Конкретно эта ситуация произошла в 21-м автобусе. На замечания пассажиров о грубом нарушении персонала отреагировал весьма неадекватно. И это не единичный случай. С такой же проблемой сталкиваются бичане, которые ездят в 39-м автобусе. Мы все подъезжаем к заправке. Получается, он выключает свет, там, видать, отключаются эти навигаторы. То есть мы сидим в темноте, ждем, когда заправится. С работы тороплюсь домой, да, почему я должна время с удрательной заправкой съесть. Тем более, это, мне кажется, небезопасно. В любом случае, в свободное время заранее должны бензин свой контролировать. С утра заправиться или после окончания смены. Все домой хотят, поэтому хотят и рыбку съесть, и заправиться еще одновременно. По словам горожан, такая картина – далеко не редкость в бийском общественном транспорте. И это, как они считают, недопустимо. Что за ситуация такая? Должны все выходить, пассажиры, я так считаю. Это же опасно. Это опасно, может взорваться и все. Если я куда-то еду, значит, я спешу, какие-то дела. Шофер тратит это время, мое время личное, на свои нужды заправить автомашину. Это нужно делать до работы. Даже когда водитель заезжает, там написано же, что высадите пассажиров. Конечно, опасно, огнеопасно, заправка. Мало ли, или искра, или еще что-нибудь. Среди нарушителей в основном водители автобусов, которые обслуживают заречную часть города. Пассажиры бьют тревогу, ведь подобные инциденты могут привести к трагедии. По факту поступления жалов сейчас собираются материалы. Часть материалов мы уже передали федеральному суду по Носерочным Транспорту. Сейчас также собираются материалы по навигации, по времени устанавливаются, по числу. Если транспортное средство съезжало с маршрута и заезжало на заправку, это тоже нарушение. Этот урбит не значительный штраф. Мы также сейчас собираем эти материалы. Если все подтвердится, мы передадим федеральному службу по Носерочным Транспорту, Прошла еще одна дополнительная проверка. И данные предприниматели привезли к ответственности. Если вы стали свидетелем грубых нарушений автоперевозчиков и их персонала, то вы смело можете обращаться в транспортный диспетчерский центр либо в отдел дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации БИСКО. Но для этого нужно запомнить госномер автобуса, точное время и маршрут. Или просто сохраните билет. На нем есть вся необходимая информация. Кристина Мелехова, Андрей Сегаев, Иван Зяблецкий. Будни.